Строго по пропускам. Почему даже маломобильным и пожилым больным до крыльца одной из поликлиник города придется добираться своим ходом. Живущие на работе. Свой праздник отмечают трудоголики. Чем опасна жизнь без отдыха? Ушел в другой мир. Что появится на месте знаменитого барнаульского мотоцикла? Главврач частного медицинского центра «Добрый доктор» отделался условным сроком за крупное мошенничество. Приговор вынес Центральный районный суд Барнаула. Главврач клиники Сергей Богданов – один из фигурантов громкой истории. По данным следствия, он и его заместитель в Барнауле организовали мошенническую схему, которую применяли на протяжении почти пяти лет с января 2016 по ноябрь 2020 года. В этот период руководство медцентра направляло документы с недостоверными сведениями об объеме и характере оказанных услуг пациентам в Краевой территориальный фонд обязательного медстрахования и другие страховые организации. Таким образом, обманным путем было похищено больше 101 миллиона рублей, поступивших в качестве оплаты в рамках программы ОМС. Сергей Богданова суд признал виновным в крупном мошенничестве. Но, принимая во внимание его досудебное сотрудничество со следствием, главврачу клиники назначено условное наказание сроком в три года и штраф в 200 тысяч рублей. Что касается его подельников Александра Трофимова и Дмитрия Тимошенского, по ним суд дела еще рассматривает. Вышел из такси, иди до врача пешком. И неважно, хорошо ты стоишь на своих двоих или еле передвигаешься. С недавнего времени въезд на территорию 10-й городской больницы Барнаульского поселка Южный строго по пропускам. Всем остальным, включая маломобильных граждан, дают отворот-поворот. В проблеме разбиралась моя коллега Валентина Аскерова. Привез больного человека на городскую больницу номер 10. Больной не может ходить. Мне отказывают, не проезжают, только по пропускам. Водитель такси тормозит перед барьером, пассажир выходит из машины и идет пешком. Каждые 15 секунд передышкой идти тяжело. 300 метров от шлагбаума до поликлиники маломобильным гражданам кажутся вечностью. Но вариантов нет. Въезд на территорию медучреждения с некоторых пор строго по пропускам. Водителей такси, которые привозят пациентов, в пропускных списках нет. Я сам выходил и говорил, что у меня человек не входящий. Сказали, у нас приказ главврача не пускать. Все, я человека высаживал здесь при входе. И он сколько-то 300-400 метров шел пешком, мучился по этой дороге. У меня коллега высаживал здесь на костылях пассажира. И тот, представьте, на костылях побрел до туда. Вызываешь такси в надежде доехать до Кольца. Это не просто приходь. Поскольку я человек маломобильный, для меня это очень тяжело пройти такое расстояние. Даже вот какая-то паническая атака начинается. И каждый раз думаю, как я сейчас дойду. Есть люди с костылями, есть люди, которым еще тяжелее, чем мне. Заведующий административными вопросами пояснил, что больница – это не проходной двор и въезд по пропускам мира вынужденная. Мы запускаем. Просто не все подряд, скажем. Потому что тут доходило до того, что заезжали такси и пиццу привозили. Охрана позвонит мне и скажет, что это действительно маломобильный. А почему сейчас этого не было сделано? Человек подъехал, постоял, уехал. Что они должны были сообщить? Что приехало такси? А, то есть эта схема не работает, по сути. В мою необязанность ходит кому-то звонить, уточнять, кого запускать, кого не запускать. У меня инструкция. Вы понимаете, что такое инструкция? Все. Никого не волнует этот вопрос. Нет? И все. Добирайтесь, как хотите. На территорию поликлиники можно заехать и через эти ворота, но в основном они закрыты. Сегодня то ли в порядке акции или по счастливой случайности двери на распашку. Как удалось выяснить, ворота открыты лишь на время ремонта. Совсем скоро их закроют. Что касается въезда в поликлинику для избранных, то в Минздраве намекнули, что охрана не справляется со своей работой. Охраной поликлиники городской больницы номер 10 занимается частное охранное предприятие. Одной из обязанностей которого является пропуск на территорию медучреждения автомобилей с маломобильными гражданами. В целях недопущения подобной ситуации в самое ближайшее время главный врач больницы номер 10 проведет беседу с руководителем ЧОП. Будут ли запускать на территорию водители, которые привозят в больницу маломобильных пациентов, или все останется без изменений, узнаем в ближайшее время. Мы продолжаем следить за ситуацией. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком. В Алтайском крае с июля открыли горячую линию по оказанию медицинской помощи. 13 операторов ежедневно принимают звонки по 12 часов подряд. Предполагается, что за это время они смогут обработать порядка полутора тысяч обращений. Но если поступать их будет больше, число сотрудников колл-центра готовы увеличить. Колл-центр организован на базе диагностического центра. В годы пандемии здесь принимали звонки по вопросам, связанным исключительно с коронавирусом. Такая форма оказания медицинской помощи, по мнению специалистов, получилась эффективной. И горячую линию решили оставить, расширив ее тематику. И теперь при поддержке специалистов головного колл-центра будут работать те, что открыты в учреждениях первичного медицинского звена. При этом жители края вправе выбирать, звонить на горячую линию поликлиник, либо сразу на основной номер 122. Добавим, жители края могут обращаться на горячую линию Минздрава и при сбоях в работе сайта госуслуг. Сотрудники колл-центра запишут на прием в любую из алтайских поликлиник. У них есть расписание работы врачей всех медицинских учреждений нашего региона. В Алтайский край вернулись бойцы Росгвардии, которые участвовали в спецоперации на Донбассе. Их встретили на летном поле Барнаульского аэропорта. Бойцов ОМОН и СОБР приветствовали торжественными гимнами в исполнении музыкантов военного оркестра управления Росгвардии по Алтайскому краю. И, конечно же, словами благодарности. Видели, как вы выполняли свой долг, видели, как вы работали, встречались с вами там на полях. Огромное вам спасибо за вашу работу. Счастья, здоровья вашим семьям. Ну, а мы всегда готовы вам помогать, всегда заботиться и обеспечивать вам крепкий тыль. С приездом, ребята. Бойцов территориального ведомства ждет небольшой отдых в кругу семьи. После они приступят к своим повседневным служебным обязанностям. Продолжим. Споры вокруг легендарного мотоцикла не утихают. Речь идет об арт-объекте, который стоял около 20 лет на Красноармейском проспекте. Кому помешал мотоцикл, где он сейчас находится и что власти готовы предложить собственнику арт-объекта. Об этом в нашем сюжете. Похороны железного коня на Красноармейском проспекте. Братья-байкеры простились с культовым мотоциклом, который простоял здесь порядка 20 лет, как только появился сам байк-бар. Накануне в местном ТСЖ объявили, что объект необходимо демонтировать. Мотоцикл увезли, а на этом месте байкеры устроили импровизированную могилу. Похороны закончились приездом полиции и снятием отпечатков пальцев. Это такая грустная шутка, грустная ирония такая вот в адрес вообще того, кто это инициировал. Гигантскую скульптуру когда-то установили силами одного из мотоклубов. Это был не только символ байкеров, но и своеобразная фотозона для жителей города. Барнаульский байкер Василий Сафронов, он же Дизель, узнал о сносе мотоцикла, когда вернулся с крестного хода и зашел в интернет. Очень был огорчен вот этой вот новостью. Мотоцикл этот был знаковым таким культовым местом для многих мотоциклистов, вообще горожан. Потому что в нашем, по крайней мере, городе мотоциклисты и горожане дружат между собой. Байкеры даже писали петицию с просьбой оставить мотоцикл в покое. По разным данным, эту петицию подписали более 6 тысяч человек, но бумага оказалась бессильна. Все банально, территория является придомовой. В администрации Центрального района нам заявили, что местные жители сами инициировали эту историю. Жители у нас многоквартирного дома приняли решение участвовать в федеральном проекте «Жилье и городская среда». Провели голосование как среди собственников жилых помещений, так и собственников нежилых помещений, которые находятся в данном доме. Большинством голосов было принято решение о комплексном развитии данной прилегающей территории, которая, к сожалению, в себя включила демонтаж так называемых парковочных стоил для мотоциклов и самого арт-объекта мотоцикла. Накануне символ барнаульских байкеров увезли с проспекта Красноармейского на Водный мир. Теперь это новая стоянка для легендарного мотоцикла. Связаться с собственником арт-объекта, чтобы узнать о дальнейших планах, нам не удалось. В настоящее время готовы оказать содействие по подбору и поиску земельного участка, где бы этот арт-объект мы могли обратно вернуть. Конечно же, необходим и сам собственник, чтобы он пришел, написал заявление на комиссию по рассмотрению установки данного арт-объекта на Короленко-65. Так что пока неизвестно, стал ли Водный мир последним пристанищем для объекта. Зато известно, что на месте культового мотоцикла заасфальтируют дорожки, поставят скамейки и урны. Ирина Корчагина, Вадим Быстревский. День с толком. В Алтайском крае продолжают искать площадку под строительство новых эко-пунктов в Барнауле. Поясним, это места, где складируют и перерабатывают мусор. Причем туда может прийти любой человек и сдать абсолютно любые отходы. После сортировки и переработки мусор могут пустить даже на укрепление асфальта. Как движется мусорная реформа в Барнауле, расскажем далее. Буквально пару месяцев назад прокурор края Антон Герман на встрече с представителями бизнес-структур отметил, мусорная реформа стоит на месте, положение дел плачевное, имея в виду отсутствие эко-пунктов. В Барнауле он один в поселке Южном и существует с 2018 года. Стеклотару мы дробим, всыпаем в короба, по видам, по цветам. Макулатура, соответственно, тоже разделяется по видам, прессуется. Пэт-бутылка, пленка прессуется, пенопласт мы дробим. Однако, внимание к эко-пункту со стороны властей изначально было на минимуме. Но после собрания в общественной палате с участием прокурора края поезд тронулся. Администрация города стала детальнее рассматривать предложения активистов о предоставлении земель для новых эко-пунктов. Со словом «отходы» у людей ассоциируется плохой запах и куча разбросанного мусора. Однако, побывав на эко-пункте около часа, мы этого не обнаружили. Воздух, как в городе. И все отходы разбиты по видам, а местная фауна разнообразна животными, любящими чистоту. Этот участок дороги на первый взгляд обычный и ничем не выделяется. Однако, история его строительства любопытна. На благоустройство ушло всего 5 миллионов. Экономично, не правда ли? А причина в том, что тротуары, так называемые усиления для асфальта, сделаны из переработанного строительного мусора. Это позволило сохранить в бюджете города порядка 15 миллионов рублей. К слову, переработанные отходы можно использовать в самых разных целях. Дорожное строительство, можно спокойно, если дробить, делать бордюры. То есть, везде. Это не только дороги. Сейчас это можно применять и в дорожное, гражданское строительство. Но и какие-то там высотки, подготовка объектов. Мусорная реформа по задумке должна помочь не только очистить город и улучшить его внешний облик, но и исключить несанкционированные свалки. Одна из них на водопаде на реке Пивоварка. Сюда мусор вывозили на протяжении 25 лет. Теперь все отходы вывезены на сортировку и переработку. А на этом месте активисты планируют сделать зону отдыха. К осени, это точно, здесь будет ровная площадка, на которой мы уже к осени будем высаживать деревья. На данный момент одна из главных задач активистов – найти места для создания эко-пунктов. По плану в Барнауле их необходимо семь. И несколько вариантов размещения представители мусорного бизнеса уже предоставили на рассмотрение администрации города. Теперь решение за ними. Поэтому, когда появится еще шесть пунктов, вопрос пока открытый. Но их необходимость уже понимают все. Ведь только с таким подходом будет двигаться процесс сортировки и утилизации мусора. И это позволит рационально использовать вторичное сырье. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. Сегодня свой праздник отмечают те, кто настолько увлечен своей работой, что готов пожертвовать ради нее не только выходными, но и семьей, хобби и даже здоровьем. В День трудоголиков мы решили узнать, что движет такими людьми и чем грозит такой образ жизни. Рабочий день Елены начинается в 6 утра, а заканчивается в 10 вечера. Недавно она открыла свой бизнес – кофе на вынос. Решила, что варить напитки пока будет сама. Новое дело захватило все ее мысли, а вместе с тем и все свободное время. Первый месяц – это был стресс. Это был стресс. Я действительно чувствовала тотальный недосып. У меня было одно навязчивое желание – поспать. Но это компенсируется внутренним моральным удовлетворением от того, что ты делаешь, от результатов своего труда. Если бы это был найм с таким же графиком, это была бы смерть. До этого работала в найме, свободного времени было больше. Его Елена тратила на работу по дому и на воспитание сына. Теперь пришлось прибегнуть к помощи родных. Помочь трудолюбивой дочке вызвался ее отец. Специально прилетел из Германии, чтобы взять на себя домашние хлопоты. Это было всегда. Если работа, значит, на полную. Если институт, значит, с красным дипломом. Это кончилось. Трудоголик – это серьезно. Бороться с этим бесполезно. И остается только помогать по мере возможности. Сын маму поддерживает и гордится, но все же скучает по прежним временам, когда она была дома чаще. В среднем Елена спит по 6 часов в сутки. Часто испытывает усталость. И таких трудоголиков с каждым годом становится все больше. Ритм в жизни диктует свои правила. А задачи на и врачи, ведь людей, у которых дергается глаз и трясутся руки, становится все больше. Если говорить о хроническом недосыпе, избыточной трудовой деятельности, прежде всего страдает в первую очередь судистая система. Финальная точка – это всегда инсульт и инфаркт. И на сегодняшний день можно сказать, что инфаркты в меньшей степени, а инсульты существенно молодеют. Трудоголикам врачи советуют чаще обследоваться и заниматься профилактикой. Несмотря на загруженность, главное – не забывать хорошо высыпаться. Кроме того, советуют все же иметь хобби, чтобы отвлекаться от работы и минимизировать стресс. В общем, трудиться полезно, но все хорошо в миру. Молодежный театр Алтая привез домой победу в одной из номинаций Международного фестиваля современной драматургии «Калейдоплейс». Жюри признала наш актерский ансамбль лучшим на конкурсе, где артисты показывали спектакль «Василиса». «Сказка только страшная» – так называют этот спектакль. О девочке, которая проходит испытания. Среди них взросление, страх перед будущим. Кушайте, дети! Кушайте! Тема подростков, как они должны ориентироваться в этом мире, как они должны становиться самостоятельными, уметь принимать решения, она необходима. А когда это в такой еще сказочной форме, то это интересно и детям, и родителям. По словам руководителя, любая такая поездка – творческая встряска. Ведь на месте нужно заново отстраивать свет, звук, что-то менять или даже отказываться от части декораций. Но все эти усилия стоят того. В Екатеринбурге наш спектакль хорошо приняли и зрители, и коллеги артистов из других территорий. Ирина Лысковец призналась, что в этом спектакле совпало все. Драматург и режиссер, которого он предложил. Поэтому в победе постановки она даже не сомневалась. Они познакомились на сцене, влюбились на сцене и там же отмечали свадьбу, играя спектакль. Накануне Дня любви, семьи и верности мы рассказываем о парах и их историях любви. Сегодня знакомим вас с актрисой и режиссером молодежного театра «Алтая» Ниной Таякиной и Виктором Захаровым. Легкие на подъемы очень активные. Виктор Захаров и Нина Таякина – режиссер и актриса. Когда-то познакомились на сцене и год-два, говорит он, по ступенькам поднимался к артистке главных ролей. Поступки, которые мне помогали, действительно, моей звезде. Да, как бы немножко, все равно, и обратить внимание, и как-то прийти к той какой-то волне равного отношения к жизни. Он прочел ей первые стихи – Мандельштама. С тех пор она любит и Мандельштама, и Виктора Захарова. Она покорила красотой, добротой и талантом. Из ЗАГСа сразу поехали в театр. И наша свадьба была на сцене. Там по пьесе разливают шампанское, но в этот раз нам разрешили налить настоящее. В семье у пары трепетное отношение. Родовые ветви чтут и хранят фото предков. Предок Нины Васильевны прошел три войны. Отец Виктора Степановича родился в конце 19 века, а сам он живет в 21-м. Дети работают в театрах страны, а внуки все – девочки. Такая семья. Семья для них и сама работа. Часки в горе от ума. Он может выйти элементарно, в джинсах, краги на руках. По-моему, как я ставил бы горе от ума, он бы приехал на мотоцикле. Виктор Степанович говорит, что сейчас театр – площадка, где возможно все. Перебирая костюмы, подчеркивает, на свидание пошел не абы в чем. Троечка. Пиджак, брюки, жилеточка, все. И галстук. Я пришел так. То есть с меня, вы можете задать вопрос, ответ и попросить что-то сделать. Я скажу, я сделаю. А еще оба супруга занимаются со студентами и замечают, что если их в свое время нужно было раскрепощать, то молодежь нужна наоборот. Приходится их, ну, такое плохое слово, углублять, ну, то есть разговаривать о глубине и еще там о чем-то. И потом они очень быстро вступают в отношения такие телесные, скажем так, не накапливая еще вот таких чувственных отношений, предощущений. А уже будучи в семье, пара советует разговаривать, но в то же время вовремя промолчать, уважать друг друга и заботиться. А что такое любовь, ответили так. Когда ответственность, что ли, вот что-то такое. Это твой человек, вот он твой. А на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки и участвуйте в обсуждениях. Через несколько секунд до погоды спонсор прогноза компания Evalar. До встречи. Продолжение следует...